Библейский портал экзегет.ру представляет Мир всем и благословения Божие, дорогие братья и сестры! И на библейском портале экзегет мы продолжаем читать Евангелие от Луки. Сегодня 21 глава. Это вот те события после входа Господня в Иерусалим, когда Спаситель в храме учит, происходят какие-то беседы и с противниками, и вот он сам обращается с какими-то вопросами, с притчами, Господь обращается к людям. И вот читаем, что дальше. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты». Вот Спаситель в данном случае получает, что он прошел... Помещений было много и открытых помещений. Это все считалось принадлежностью храма Соломонова. И там был такой притвор, женский притвор или притвор жен, который отделялся от мужского 15 ступенями. И вот в этом женском притворе находился большой сосуд, в который клали пожертвования. И в Ветхом Завете еще во второзаконии там говорилось, что никто не должен приходить пред лицо Божие с пустыми руками. То есть, когда человек идет в храм Божий с какой-то молитвой, или с какой-то молитвенной просьбой, то он должен как бы и от себя тоже что-то принести, как некий символ смиренного обращения к Богу, что вот чего-то от себя все-таки отделить. Потому что обычно мы все себе, все себе, а тут все-таки вот не себе, а от себя, да, как символ твоей сердечной жертвенности. И вот Спаситель смотрит, он видит богатых. Они кладут в сокровищницу дары свои. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. Это очень мелкая была монета, а вдова она не имела средств. И в те времена, в общем-то, вдовы оказывались в положении крайне тяжелом. Женщин вообще особо не жаловали, трудно было куда-то устроиться, зарплаты были маленькие, то есть женам, женщинам платили крайне мало, и поэтому положение вдовы было бедственным. Если ее не поддерживали какие-то родственники, то ей просто не на что было существовать. И вот и она тоже приходит в храм, и то, что есть, она дает. Вот две мелких монеты. И Спаситель говорит, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу. А она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Ну, вот если представим, что какой-нибудь там богатей, у которого набит кошелек, но он вынул там, образно говоря, там две купюры какие-то, и вроде бы это много, но для него это вообще ничто. А если для него это ничто, то, собственно, он ничего и не пожертвовал. А здесь получается, что женщина готова как бы вот все отдать, потому что ей ничего не жалко для Бога. И вот, кстати, такие души, они становятся близки Богу. И вот что мы обычно пропускаем, когда читаем этот текст, оказывается, что, вот тут как говорится, что Господь, как бы взглянув, увидел, да, то есть Господь смотрит, смотрит на подающих. И тот, кто идет действительно с искренним пожертвованием, Господь его видит и благословляет такого человека. Ну, а зачем вообще эти пожертвования, может быть, просто так, и верить в душе, так сказать, вот я верю в душе, да, но если веришь в душе, то и молодец, вот, но если веришь в душе, да, а в словах твоих, в делах, всякая грязь, там, злоба, зависть, то где же твоя вера? И вот на самом деле наше сердце, оно непременно в чем-то выражается, проявляется в каких-то делах, в каких-то словах. И если у вас есть, допустим, родные, близкие люди, вот на день рождения вы обязательно что-то подарите, да, скажете какие-то слова. И вот этот подарок, ну, можно тоже сказать, что вот я там тебя люблю в душе, и поэтому никаких подарков, я вот люблю в душе, продолжаю лежать там на диване, это не любовь, это самообман, самоуспокоенность, самолюбие, любовь к своему покою, такое болото такой эгоизма, в котором тонет все живое, а подлинная любовь, она непременно выражается через какую-то жертву, причем через радостную жертву, когда ты готов отдать любимому, и тебе не жалко, наоборот, ты порадовался, что ты вот что-то дорогое дал тому, кого любишь. А ведь все, что есть у людей, это ведь от Бога, и поэтому, когда человек вот жертвует что-то на Божий храм, то он, собственно говоря, как бы, вот выражает свою любовь к Богу, и приносит то, что и Господь и так дал ему, то есть выражается некая взаимосвязь души человеческой с Духом Божиим. А если ты ничего не даешь, то ты как бы отсекаешь себя, отделяешь. И, конечно, такое положение, оно не очень полезно. А дальше, дальше, вот Лука, он изображает как бы беседу, на самом деле, если соотнести это с другими Евангелиями, то эта беседа, она проходила уже на Елеонской горе, там, где открывается вид на Иерусалим, на храм Соломонов, и, видя вот это внешнее великолепие, происходит вот данная беседа. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. Ученики Господа не так часто, конечно, бывали в Иерусалиме, приходили на некоторые праздники, и поражало великолепие храма. Причем, вот сразу скажу, что это была уже реконструкция, проведенная Иродом Великим, который очень старался заслужить уважение, любовь народа. И в его трудах храм, он принял просто вот какие-то невероятные красивые формы, потому что, ну, скинием Моисеева, она была, конечно, очень проста. Потом Соломон строит храм величественный, но не такой, кстати, величественный, как при Ироде. Потом храм разрушают, при Заровавеле восстанавливают, и восстанавливают в очень скудно, в скромном виде, так как не хватало средств, а храм был нужен. И Ирод Великий, он попытался, так сказать, переплюнуть всех, он действительно, он строит более красивый, даже чем Соломон, храм. Но Ирод не вошел из-за этого в историю, потому что недостаточно, ну, вот как вот эти жертвователи, да, они там клали много, а оказывались дальше от Бога, чем вот эта бедная вдова. И также и здесь, что, может быть, скиния Моисеева, она была более угодно Богу, и там более непосредственное было общение людей с Господом, нежели при Ироде, который выстроил такой величественный храм, но сам был своей душой, в общем, очень и очень далек от Господа. И вот Спаситель говорит, что не обманывайтесь и не прельщайтесь вот этими дорогими камнями, вкладами, потому что то, что вы видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И это казалось невероятным для учеников, но как это так? На самом деле, вот где сейчас в Иерусалиме стена плача, это как бы внешняя такая ограда, которая в каком-то смысле и холм поддерживает, и служила внешней такой вот оградой, и там сохранились основа, первые такие камни, они, ну, просто вот многотонные, там их сдвинуть тяжело, и если представить, что весь храм, он был из таких очень мощных камней, прекрасно обработанных, красиво все выделано, и там где-то и золото, какие-то красивые все украшено, и вот Господь говорит, что это все будет разрушено, и ведь так и произошло потом, в 70-м году, и спросили его учитель, когда же это будет, и какой признак, что это должно произойти, и в каком-то смысле для учеников самоизвестие о разрушении храма, это как бы предвестие тоже каких-то последних времен, и вот беседа, которая здесь спасители с учениками, она действительно совмещает вот два вот этих по времени может быть не связанных события, это время разрушения Иерусалимского храма, и время второго пришествия Господа для суда над всеми, но собственно разрушение храма Иерусалимского это тоже как предвестие суда Божия, будущего, грядущего, поэтому никогда нельзя находиться в такой самоуспокоенности, что у нас все будет благополучно, мы все-таки ожидаем, что будем отвечать за все перед Богом, и вот какой же признак и когда это должно произойти, он сказал «берегитесь, чтобы не вели, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их». Вот, братья и сестры, это очень важная вещь, то есть когда мы читаем про вот эти признаки будущего, да, и здесь первый век еще евангельский, и спаситель ведь на самое первое, на что обращают внимание, не то, что там будут гонения, не то, что даже придет антихрист в конечном итоге, уже на завершении как бы истории, а то, что самое главное, это вот вам не поколебаться в истине, потому что придут многие, еще до того, последнего антихриста, многие, которые будут выступать как лже-пророки, лже-апостолы, и под именем Христа они явятся и увлекут многих за собой, и в чем здесь суть, в том, что вот душа человеческая, она очень жаждет истины на самом деле, и душа человеческая, она как в безводной пустыне, да, вот песок, когда туда влага какая-то падает, песок тут же впитывает, все это, и вот та же самая душа человеческая, она жаждет воды живой, жаждет истины, а тут вдруг появляются лжеучители, которые под образом истины предлагают что-то свое, из своего обольщения, и многие поэтому оказывают вот в этих сектах страшных деструктивных религиозных движениях, во главе которых стоят люди, считающие себя Христами, мессиями, и вот Спаситель говорит, что вот это самое страшное, что берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, чтобы вы не попались даже каким-то лже-духовникам, лже-старцам, и главный признак то, что они на себе сосредотачивают внимание, а вот подлинный духовник, он будет себя все-таки в стороне держать, он будет говорить о Христе, вот как Иоанн Претеча, он не к себе вел людей, он направлял их ко Христу, к Спасителю, и подлинное руководство духовное, оно всегда существляется только так, что духовник, он направляет и не на себе сосредотачивать, что люди начинают там чуть ли не в обморок падать, если духовник чего-то там им сказал, а он направляет их ко Христу и к заповедям Христовым, но, к сожалению, вот этим признаком грядущего апокалипсиса является появление многих лжеучителей, лжепророков и лжехристов, и это время близко, не ходите вслед их, когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. То есть, вот люди, когда слышат про какой-то страшный катаклизм, да, или война, особенно, когда вот мировые войны были, то люди начинали говорить, ну, все, это конец света наступает. Ну, действительно, вот вторая мировая война, там, насколько я помню, не было ни одной, как сказать, ну, почти ни одной нейтральной стороны, то есть, фактически весь мир, все страны мира разделились, ну, может быть, за редким каким-то исключением, может быть, страны, которым было просто бессмысленно воевать, из-за их, ну, совершенно отсутствующего какого-то реального военного потенциала, а так все страны с кем-то воевали, поделились, и казалось, что просто мир во всеобщем безумии объятый, точно конец света. Оказывается, нет. Все эти потрясения, когда вот услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, а надлежит почему? Потому что люди изъедены греховными страстями, и у человека в душе воюют зло, страсти против добра, против его собственной совести, если у человека внутри война, то значит и на межчеловеческом уровне будут происходить склоки, конфликты и войны. Но не тотчас конец. То есть, да, вот это некие предвестия, это как бы признаки, когда до смерти предшествуют какие-то болезни предсмертные, но это еще не сам конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. То есть, вот все это Спаситель предсказывал будет, в частности, землетрясения, глады и моры. Землетрясения это природные катаклизмы, которых множество, ну тут имеется в виду не только и землетрясения, там извержения вулканов и какие-то цунами, то есть потрясение природы. Когда человек утратил райскую гармонию в самом себе и разрушил свои отношения с Богом, то порушились и отношения человека с природой, с тварным миром, над которым человек был поставлен как венец, как царь, отражающий образ Бога-царя. и утратив гармонию с Богом, человек рушит гармонию с природой, поэтому катаклизмы. Глады, голод, это, ну отчасти это природные катаклизмы, отчасти это социальные нестроения, потому что во время голода кто-то же как раз наживается на этом, продавая слишком дорого, и люди не хотят делиться, то есть это социальные потрясения. И еще моры указаны. Моры это, ну это пандемии, те самые пандемии, которые в наше время случаются, болезни, и многие умирают от этого, то есть тоже вот некие предвестия будущего, будущего апокалипсиса, да, но все это не тотчас конец, да, еще сказано и будут ужасные явления и великие знамения с неба, вот кстати, если вот первое такое непосредственное толкование, если это отнести к Иерусалиму и разрушению как раз храма, о чем мы сказали, то есть не дальнюю перспективу будущего всеобщего суда кончины мира, а такую ближнюю перспективу разрушения Иерусалима и храма, то действительно вот как Иосиф Флавий пишет, были некие ужасные явления, в частности, видели комету в небе с хвостом в виде меча, то есть как бы меч, который навис над миром, потом видели, какие-то вот видения являлись тоже в небе, как будто сражаются какие-то всадники друг с другом, вот, и в какой-то момент это тоже приближалось уже завоевание, конечно, Иерусалима римлянами, и на праздник Пятидесятницы священники, входя в храм, вдруг услышали шум и чей-то голос «Уйдем отсюда!» то есть как бы предвестие запустения храма Соломонова, то есть вот всякие такие ужасные явления и великие знамения с неба. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут предцарей и правителей за имя мое, будет же это вам для свидетельства». То есть еще даже до этого начнутся гонения, и в общем-то гонения действительно с самого первого начала, вот как только церковь основана, тут же стали апостолов преследовать и первых христиан, и, ну, за счет этого как раз проповедь она и распространилась, потому что гнали в одном месте, шли в другое, и даже вот сказано поведут предцарей и правителей, и перед царями и правителями проповедовали ученики Христовы. «И так положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возможут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». То есть полагайтесь не на земную мудрость в таких вот ситуациях, а полагайте всецело на Бога. И вот действительно, когда Господь уже на 50-й день по воскресенью ниспосылает Духа Святого апостолам, то апостолам дается дар проповеди, дар слова. Они становятся красноречивыми проповедниками. Если до этого они боялись, прятались все время в какой-то заминке, то тут же мы видим, что вот тот Петр, как-то недавно он еще колебался, боялся, а тут вдруг он произносит проповедь и обращается 3000 человек, потом там еще 5000 обращается. И вот уста и премудрость, которой никто не может противостоять. Потом избраны диаконы, среди них Стефан, первомученик, и на суде никто не мог совершенно ничего сказать, потому что он был движим Духом Святым. И это вот традиция, конечно, святых отцов, то есть тех, кто хранил чистое сердце, поэтому получал дар Духа Святого, и Дух Святой преображал речь этих людей. И эта речь становилась действенной. Поэтому цель-то жизни это стяжание Духа Святого, а не то, чтобы обрести какие-то земные преуспения, стать лучшим ритером, оратором. Нет, человек, который стяжал благодать Божию, он и скажет так, как не скажет безблагодатный человек. В общем, если ты с Богом, то все исполнится, все, что нужно. Но Спаситель при этом предсказывает некую такую трагичную историю христианского пути. Это не путь победоносных завоеваний, то есть, когда пытались на Западе вот эти крестные, крестовые, точнее, походы устраивать и думали, что таким образом они как бы освободят Святую Землю, поначалу даже получалось вроде бы, а потом все рухнуло, это уже была ошибка, потому что не крестовый поход, а крестный путь, путь крестного исповедания, и через это проходит христианство на всей истории, и как мы видим, преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. Люди разделяются из-за истины, и действительно христиан предавали, когда вот особенно в первые века шло обращение ко Господу, то кого-то даже выдавали сами родственники, вот и святой Юстин, философ, он описывает, у него в сочинении есть такое описание, когда жила одна языческая семья, где муж и жена вели очень распутную жизнь, но потом вдруг супруга обратилась и стала вести целомудренную жизнь, обратилась ко Христу, и как только стала вести целомудренную жизнь, то муж ее на нее донес, ведь она уже как раз стала на порядок выше в духовном смысле, и вот тут тебя как раз предают, да, и так гонения происходили, но сказано некоторых из вас умертвят, то есть вовсе не всех христианство не будет погублено, и хотя правители самых таких атеистических государств ставили задачи полностью скоренит религии, мы знаем в Советском Союзе, Хрущев пытался, не получилось, а в Албании там в 70-х годах даже объявили, что все, мы первая в мире полностью атеистическая страна, государство атеистическое, потому что там уничтожили всех священнослужителей в 70-е годы 20-го века, но верующие на самом деле не исчезли, прошло каких-то 15 лет, и церковь была возрождена, албанская православная церковь, то есть не может быть такого, чтобы церковь полностью исчезла, потому что она движима духом святым и духом Христовым, и Господь не оставит, да, и вот поэтому только некоторых из вас умертвят, но пред Богом они останутся живы, и будете ненавидимы всеми за имя мое. К сожалению, это вот так, и даже когда ты любишь кого-то, то это не значит, что тебя будут любить все, и верность Евангелию, она вызывает противодействие, мы знаем, сколько ненависти изливалась на людей верующих, когда действительно казалось, как будто вот все ненавидят тебя ради имени Христова, но при этом Спаситель добавляет, но и волос с головы вашей не пропадет, и поэтому вот когда мы вспоминаем, допустим, отца Иоанна Крестьянкина, да, или вот отца Николая с острова Залит, да, и прочих таких, ну действительно духовников, которые прошли гонения, прошли тюрьмы, лагеря, и вот они сами говорят, что там присутствие Божие чувствовалось особенно явно, и молитва там была наиболее сильней, наиболее сильной, и их присутствие там, оно становилось проповедью для других заключенных, то есть волос головы не пропадет, потому что ты в руках Божьих, терпением вашим спасайте души ваши, то есть главное терпение, а терпение должно основываться на доверии Богу, вот в Иерусалиме, вот я помню, когда проживал на Иллионской горе, там монахиня Рафаила, вот недавно, не так давно она отошла в иной мир, она рассказывала про свою семью из арабской такой семьи, ее вообще, ей было лет восемь, вот ее отдали в монастырь русский, спасовознесенский монастырь женский на Иллионской горе, и там она воспитывалась, и так вот монашству себя всецело посвятило ее, а с отцом ее, она говорит, вспоминает, как такой случай был, отец, с другими там работали они, в амбаре, там вот зерно, и вдруг видят, как оса берет зернышко, подымает и куда-то вот летит, уносит это зернышко. Ну, они поначалу как бы не обратили внимания, потом смотрят, опять прилетает, опять уносит зернышко куда-то, и так удивились, решили посмотреть, и видят, что оса приносит на какое-то дерево и кладет перед слепой птичкой, и птичка вот как-то нащупывала эти зернышки и склевывала, и для них, вот для этих арабов простых, если не ошибаюсь, это даже с палестинских мест арабы были, для них это было огромным таким свидетельством, но вот те вот именно арабы, они были христианами, что оказывается, Господь обо всем заботится, даже о маленьких вот этих птичках слепых, и как это так, что вот оса, которая, ну, вроде бы от нее пользы никакой, но она вот приносила эти зернышки, это было для них потом на протяжении всей жизни огромным таким вдохновением, и вот монахиня Рафаила, она это часто вспоминала, эту историю, да, то есть, ну, и вообще, конечно, жизнь самих верующих, и сейчас, кстати, в Иерусалиме, она, это исповедничество сплошное, потому что с разных сторон там и нападения всякие, и фактически без средств приходилось жить, и всегда Господь сохраняет твою жизнь, потому что жизнь наша в руках Божьих, и волос головы вашей не пропадет, поэтому ты не бойся и уповая всецело на Господа. И вот Спаситель вновь возвращается вот к этой, как бы, ближайшей перспективе своих предсказаний, то есть, то, что ожидает город Иерусалим в 70-м году, и говорит, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Вот, братья и сестры, сами иудеи, они считали, что город Иерусалим надо защищать всеми способами, ну, собственно, они-то ведь и спровоцировали Иудейскую войну в 66-м году, а есть еще и некие духовные смыслы, что город, который не принял Сына Божия, он лишается благословения, а если нет благословения Божия, то какое оружие тебе поможет? И спаситель заранее своих учеников, то есть христиан фактически, предупреждает, что вот если увидите Иерусалим, окруженный войсками, то знайте, что запустение его приблизилось, и поэтому бегите в горы, чтобы укрыться от этих вот потрясений, кто в городе, скорее выходи из него, и, кстати, это пророчество, предсказание Господа, оно очень помогло затем, потому что если иудеи, они понесли огромные утраты, то есть храм, священство упразднено, жертвы закончились, народ фактически был, ну, не то, что не уничтожен, а он был рассеян, да, то вот христианская община, она как раз сохранилась, и вышли из города, как только вот увидели эти признаки, и поняли, что смысл защищать то, что обречено уже и по предсказанию самого Христа на разрушение нет такого смысла, и удалились за Иордан в область Переи, там Пелла, город Пелла в Переи, а те, кто остались для них, к сожалению, имеется в виду иудеи, для них настали тяжкие времена, да, там сказано, что это дни отмщения, потому что всегда есть воздаяние некое, горе же беременным и питающим сосцами в те дни, и те вот, кто не послушались, кто оставались в городе, особенно беременные, питающие сосцами, для них особо тяжкие времена, потому что голод поразил город, и сохранились такие описания, что, ну, вначале там Веспасиан, потом он как раз вел войну, он стал императором в 69-м году, и сын его, Тит, продолжал вести войну в Иудее и осаждал Иерусалим, и вот Тит ходил вокруг города, а город, ну, долго так держался, но умирали от голода, и мертвых выбрасывали через стены наружу, и рвы за стеной наполнялись трупами чуть ли, ну, так пишут, до 600 тысяч уже мертвых было выброшено, и Тит был поражен тем, что столько вот мертвых, и что город не захотел сдаться, потому что было велено, ну, он предложил точнее, чтобы они открыли ворота и, да, пустили, а так они умирали, да, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, вот смотрите, как гнев на народ сей, и действительно иудейский народ как бы стал народом-изгнанником в то время, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, когда уже воины, пробив брешь в стене, ворвались в Иерусалимы, то жители, конечно, защищались, и поначалу там убивали всех подряд, но потом Тит дал распоряжение, чтобы умиршляли только тех, кто держит оружие и оказывает сопротивление, но многих продали в рабство, куда-то вывезли, расселили, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, конечно, разные толкования приводится, но я вот просто скажу, что Иерусалим действительно попирался язычниками, пока не пришел Константин Великий и не закончил время язычников, то есть с императором Константином Великим времена язычников завершились в империи, сами язычники еще немножко оставались, но эпоха их ушла, и Иерусалим с Константином Великим перестал попираться язычниками, сказано, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Именно по поручению Константина город был возрожден, и мама его, святая Елена, специально ездила, обретала крест, и там другие города тоже, и Вифлеем тоже как бы из руин поднимались, ну не то, что из руин, а принимали христианский вид, а языческие памятники и капищи там уничтожались. Город возродился, Иерусалим, как именно город Христа, святая земля. Вот, но это вот такая ближайшая перспектива, а спаситель дальше говорит про некую дальнюю перспективу вот этих знамений апокалипсиса, и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныния народов и недоумения. Недоумение почему? Потому что люди не знают, как разрешить мировые кризисы. И так пытаются, и этак, и ничего не получается, все равно все воюют, вначале одни составляют союзы, потом это рушится, те, кто дружили, начинают враждовать друг с другом, никак не могут найти общий язык, да, экономика то там, то сям рушится, какие-то финансовые потрясения, и поэтому люди оказываются в недоумении, вот это уныние народов, не удастся построить нам рай на земле, в общем. И море восшумит, и возмутится, ну, некие катаклизмы морские, которых много, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вот это очень интересные слова, что люди будут издыхать даже не от самих бедствий, а от страха и ожидания бедствий. Еще бедствия не пришли, а люди уже в панике читают об этом, кто-то пишет, рассылает, и вот все время какой-то назначают себе там день апокалипсиса, последний день какой-то там, кто-то все время какие-то пророчества публикует, и вот эти страхи нагоняются, и люди буквально издыхают от этого страха и от этого ожидания. То есть бедствия еще не пришли, а уже от ожидания люди поиздыхали. Ну, вот не совсем понятно, ибо силы небесные поколеблются. Тут два есть вида толкований, одни говорят про то, что это ну как бы небесные там звезды или ну там какие-нибудь астероиды вот блуждающие, которые тоже люди боятся все, что там какой-нибудь астероид врежется, кометы, а вот блаженный феофилакт, он пишет так, что все-таки силами небесными мы называем ангельские силы, и даже ангельские силы, они ну будут в таком трепете наблюдать то, что происходит с землей. потому что столько горя получится, вот разных потрясений, и люди настолько все там истерзаны, истереживали все, что силы небесные вот тоже как бы сопереживают людям. И тогда увидят сына человеческого, то есть после вот этих многих потрясений, конечно, здесь не все записано у евангелиста Луки, но вот что-то записано, а полная картина, она как бы при соединении всех евангелистов воедина, там и знамение Сына человеческого, то есть знамение Креста, и, конечно же, пришествие вот этого Антихриста, ну тут говорилось, говорилось, что будут, многие придут под именем моим, и я вот единственное, что хочу сказать, братья и сестры, что вот многие все время вот говорят про то, что а вдруг там родился уже Антихрист, а вдруг он уже где-то вот там начал свои действия, вы знаете, невозможно родиться Антихристом, все люди рождаются с образом Божиим, и у каждого есть совесть, каждый призван к бессмертной жизни, Антихристом невозможно родиться, Антихристом можно только стать в процессе жизни, и вот дьявол, он постоянно пытается кого-то склонить к этому, и в древности тот же Нерон, вот упоминают там число 666, а на самом деле это ведь число имени сказано, число имени, потому что в греческом написании каждая буква имеет свое числовое выражение, вот имя Нерона, Нерон, первый, кстати, гонитель христиан, его как раз число имени и означало 666, он был яростный такой гонитель, конечно, не повсеместно, но в Риме, и преданный разврату, порокам, ну, сущий антихрист, вот если посмотреть на то время, на время апостольское, да и много было таких, и Наполеон, который пытался какие-то завоевания, а Гитлер, ну, разве что он не духом антихристовым был движим, да, когда, ну, такое безумие уничтожать народы, считал, что вот наша раса там самый высший, а сами как бы в каком-то смысле он свою религию проводил, да, и авторитаризм личности своей, то есть личность авторитарная, которая пыталась установить мировое господство, то есть вот он тоже сущий антихрист, ну, почти антихрист Гитлер, и вот, то есть как бы дьявол постоянно подкидывает людям какие-то вот искушения, чтобы кого-то зацепить и тянуть-тянуть вот на эту стезю, да, но повторю, что вот родиться антихристом невозможно, то есть им можно только стать, вот Христом можно было только родиться, потому что это не так, что вот родился просто младенец какой-то Иисус, и потом он там вот через крещение сподобился Духа Святого, возрастал, и вот он стал Христом, нет, Христос, вот он предвечно Сын Божий, и он рождается уже вот как Христос, как Сын Божий рождается на земле, становится Сыном человеческим, поэтому родиться можно было вот именно, только Христос вот мог именно родиться Христом, и все, других вариантов там не было для него, а вот в плане антихристов ситуация иная, невозможно родиться антихристом, и можно только вот стать, если откликаешься на дьявольские искушения, и каждого из нас дьявол тоже этим искушает, чтобы, ну, какая-нибудь гордыня, да, там, какие-нибудь греховные страсти, это все антихристовые черты, вот, и это надо понять, чтобы нам всем стараться быть чуждыми Духа антихриста, и стяжать Дух Христов, который в Евангелии, и тогда мы, неважно, кто там, Гитлер там, или кто еще, кем бы он себя ни назвал, вот, он ничего нам не причинит, никакого вреда, потому что и волос головы вашей не пропадет, говорит Спаситель, и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силы и славы великую, то есть, вот наступит второе пришествие Христова, а оно уже во славе, и облако, вот сказано про облако, в Священном Писании это образ славы Божией, то есть, вот в тех местах облако символ орошения земли, то есть, символ жизни, и из Священного Писания мы знаем, что столб облачный вот предшествует Израилю, выводимому из Египта, потом, когда в скине Моисей обращается, в светлом облаке Господь является, Соломон, когда храм построил, то облако наполняет храм, как слава Божия, и кто-то из пророков Аввакума, или кто видит Господа на облаке светлом, да, то есть, это символ божественной славы, как Господь Иисус Христос, Сын Человеческий, то есть, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, грядет силою и славой великую, и это уже будет явно видно всем, потому что это явление, это именно с небес божественное явление, а когда же начнет это сбываться, то есть, все вот эти вот знамения, вроде бы они страшные, но Спаситель говорит, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше, потому что, ну, для христианина все-таки это жизнь, это время испытаний, скорбей, а подлинное Отечество наше на небесах и скорби уйдут, и эти испытания уйдут, и вся эта злоба и ненависть чужая, все это сгинет, и мы ожидаем встречи с нашим Спасителем. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они уже распускаются, то видя это, знаете сами, что уже близко лето, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. То есть, вот, небо и земля прекратятся, а вот эти старые ветхи, потому что мы ожидаем нового неба, новой земли, но слова Христовы, они очевидны, это то, что исполнится непременно. И вот, что значит не приедет род сей, как все это будет? Ну, тоже в двух перспективах. В ближайшей перспективе, вот тот род людей, которые жили при Христе, они дожили до взятия Иерусалима разрушению, когда он окружен был войсками, приблизили запустение и так далее. Это если в ближайшем такой перспективе. А в дальней перспективе, вот тут святые отцы как толкуют, что здесь под родом имеется в виду род христиан. Он не предет, да, как все это сбудет, то есть приблизится Царство Божие. Христианство не исчезнет и родом Божиим называются верные Богу. Ну вот помните, как в житии преподобного Серафима Саровского, когда Божья Матерь явилась ему, чтобы исцелить, и она сказала сей от рода нашего, да, то есть род тех, кто, ну, духовное родство, духовное родство тех, кто верен Богу. И вот христианство, оно не прекратится, род христиан не исчезнет до самого второго пришествия Господа. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. То есть не то страшно, да, что там катаклизмы, знамени страшные наверху, и поэтому не нужно нам вот этого уныния, недоумений, там издыхать от страхов и ожидания бедствий грядущих, а страшно, что если сердца наши отягчаются пьянством, объедением, какими-то плотскими удовольствиями, заботами житейскими, и тогда день тот внезапно постигнет. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех-сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Бодрствуйте, то есть постоянно мы должны вот какой-то молитвой, пусть очень краткой, но как некое наше предстояние пред Богом, пред Богом живым. И молитва как живое обращение ко Господу. И последние строки 21 главы. днем он учил в храме, а ночи выходя проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем. Дай Господь всем нам хранить духовное бодрствование, чтобы быть готовыми к встрече нашего Господа. Храни всех вас Божи. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Продолжение следует...